Приветствую вас, и, конечно же, помочь вам хотелось бы. Но, чтобы помочь, нужно понимать, как вы в этой ситуации оказались. То есть нужно понимать, почему у вас пятилетний сын, а вы не, допустим, с отцом ребенка, а вы живете, допустим, со своими родителями. Вот. А вы же с ними жили и до того, как появился ребенок. И наверняка вы знали, что они у вас такие, бабочка и мама, я имею ввиду. Вот. И, как бы, как так вышло, что вы забеременели, как так вышло, что вы родили, где, еще раз повторюсь, отец ребенка. Вот. То есть все вот эти вопросы необходимо поисследовать, да? Все вот эти вопросы необходимо исследовать. Для чего? Для чего необходимо исследовать эти вопросы? Чтобы лучше понимать и представлять себе, с чем мы имеем дело. Вот именно сейчас, на данный момент. Потому что... Знаете, какая штука? Мы вам, конечно, поможем. Вопросом, как? Вы живете так не первый день, не первый год. И вы живете так благодаря своим установкам, благодаря своим позициям, благодаря своим привычным мыслям. И помочь вам мы могли бы только в том случае, если вы позволили бы нам, значит... поработать с вашими установками, с вашими мыслями, с вашими представлениями о себе, о ребенке, о модели женского поведения и прочее, прочее, прочее. Знаете, какая штука? Вот. Пока что вы представляетесь мне в роли жертвы, которая не несет ответственности за себя и своего ребенка. Вот. Нужно брать ответственность. Ответственность во всех смыслах биполярная. То есть, она, с одной стороны, позволяет вам быть более независимой и не зависеть от бабушки и мамы. Ну, кстати, кстати, а вы как, работаете, обеспечиваете себя? Почему вы убегаете из дома, как будто вам, не знаю, 13 или 14, то есть вы ведете себя как подросток, да? Вот. Маму и бабочку вы воспринимаете именно как мама и бабочка, но ведь вы уже сами мама. То есть, в этом смысле, вам нужно менять свои взгляды на окружающих, в том числе на своих родных, это важно. Очень, это очень важно, очень важный момент, момент. Вот. Значит, далее. 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 Что вы хотите для своего ребенка? Если мы говорим. Далее. Вот. Что вы хотите на... Что вы хотите для, точнее, для своего ребенка? Далее. Это очень важно, это очень важный момент. Значит, потому что, на мой взгляд, очень важно понять и определить. то, что же вы, вообще, как, как вы, значит, представляете себе своего ребенка и так далее. Вот. То есть, это все очень... тоже... важные истории. Дальше. Вы пишите, что у вас мысли о самоубийстве, и, на самом деле, в них, в эти мысли о самоубийстве, значит, индуцируются, ага, ваша, ваша, ваша ответственность. То есть, можно сказать, что вы не несете ответственности за себя. Но, при этом, при том, что вы не несете ответственности за себя, вы считаете, вы допускаете, что можете, лечить себя жизнью. Так что, по моему мнению, все же, необходимо поработать с этим с этим, что с затоновкой, что вы можете лечить себя жизнью. С вашим таким увлечением к смерти, как, ну понятно, как в качестве освобождения. То есть вы рассматриваете лечение себя жизнью, как босс освободится. Ну поскольку не вы ответственны за то, что появилось в ответ, вот не вам, а соответственно и быть ответственны за то, чтобы лечиться жизнью. Вот. Поэтому, на мой взгляд, значит, на мой взгляд, ситуация вот такая. В первую очередь озаботьтесь вопросам сепарации от родителей любой ценой. Во вторую очередь озаботьтесь чёткостью разграничения ответственности между, ну, между вами и другими людьми. Вот. Такая вот история. А вот, в принципе, то, что я могу вам помочь. То, что я могу вам сказать, то, чем я могу вам помочь. Значит, на этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Разрешится. Продолжение следует...